Ну что, здравствуйте, друзья, товарищи! Наконец-то на канале Тракстиви долгожданный Уралнекс, который вы просили уже тысяч миллионов лет назад снять, но получилось это только вот сейчас. Ну а в данном случае у нас сидельный тягач, колесный формулы 6х4. Его как бы называют магистральным тягачом, но, как вы понимаете, это все-таки строительная версия. Она создана в первую очередь для езды, скажем так, часть по шоссе, часть по каким-то разбитым грунтовкам, по дорожкам, соответственно, он заточен в первую очередь, например, под тонары, под самосвалы, под тралы, в общем, для этих нужд. Конечно, туда можно зацепить рефт, например, или штору обычную европейскую, но она, во-первых, из-за высоты седла будет выходить за 4-метровый габарит, во-вторых, ну это глупо просто, цеплять сюда рефт. Итак, что же это за автомобиль? Давайте сразу по техническим характеристикам, потому что времени у нас действительно очень мало. Это групповой журналистский тест-драйв. Естественно, мы напытались начать снимать машину прямо на площадке, где все присутствуют, но нам не удается. Один подойдет, второй подойдет поснимать, поэтому мы машину выкрали, и у нас буквально есть 15-20 минут, чтобы рассказать об Урале NEXT колесной формулой 6х4. Итак, спереди все то же самое, это то же самое Урал NEXT, что и выпускается с 2015 года. У нас вот такие фарики линзованные. Дальше у нас пластик, очень прочный пластик. Заводчане еще развлекались, ураловцы, они пытались кувалдой пробить этот капот, гирю сбрасывали. В общем, как только не издевались, капот сохраняет свою форму, не лопается, не трескается, но хотя краска, естественно, от такого удара будет слезать. Значит, у нас металлический бампер, но опять же строительные версии. Решетки на фарах, смотрите. Вот так должно быть, ребята, вот так. На все грузы как должно быть так, чтобы решетка откидывалась, для того, чтобы фары мы могли спокойно помыть. Здесь она откидывается, хотя намечается тенденция, что многие производители делают глухими просто решетки, они закручиваются намертво, и для того, чтобы ее откинуть, нужно будет открутить, соответственно, ее держатели. Да, пошли сразу. Значит, за этой подножкой у нас располагаются аккумуляторы. Вот аккумуляторы какой у нас емкости. Так, легко ли они у нас отстегиваются? Так, раз резинка, два резинка. А дальше? А, вот она, вот она целиком снимается. Смотрите, как удобно. Вот так. Значит, аккумуляторы, а они какие у нас тут емкости стоят? Ну, они маленькие, да, это не больше двухсот, само собой. Судянов, ну, конечно, для северов, ну, как правило, такие машины покупают на севера, ну, желательно, конечно, аккумуляторы помощнее. Ну, практика покажет опыт эксплуатации. Кстати, запаска очень классно висит в том плане, что, когда мы пользуемся, у нас двухрядная кабина, она как бы считается со спальником, но при этом у нас есть отдельные двери. Отдельную кабину для Урала Некст не городили. Это газелевская кабина, и, как вы знаете, Урал входит в группу ГАЗ, и, соответственно, кабина позаимствована от легкого развозного грузовичка из Нижнего Новгорода. Поэтому у нас двухрядная кабина с дверьми, но при этом у нас здесь спальник. Ну, это мы уже посмотрим в салоне, вот, и легко в кабину залезать при помощи этого колеса, при помощи запаски. Наш автомобиль отвечает экологическим нормам Евро-5 при помощи нейтрализатора и при помощи мочевины. Вот у нас бачок с мочевиной, кстати, без пробки. Ой-ой-ой, грязный я какой стал. Если говорить об аккуратности сборки, то, конечно, есть косячки. И, допустим, вот эта площадка такая вот, аккуратно обрезанная болгаркой. Ну, опять же, это предсерийная машина. Когда она начнет выпускаться? Вот, через месяц после съемок она уже встанет на конвейер. Ну, опять же, вот смотрите, вот мелкие косячки. Вот здесь у нас идет змеевик на блок подготовки воздуха. Естественно, он длинный. Он длинный сделан почему? Для того, чтобы воздух от компрессора охлаждался, пока он дойдет до регулятора давления воздуха. И, соответственно, смотрите, вот как проложено. Андрей, вот покажи. Вот, соответственно, он соприкасается. Вот здесь, видите, оплетка уже вся поплавилась. Здесь вот в этом месте тоже, видите, все плавится. Из-за того, что проложено немножечко небрежно. Но, опять же, это предсерийная машина. Естественно, мы заводчанам об этом все рассказываем. Говорим, что где какие косячки мы нашли. Дальше, по мостам. Мосты здесь Шанг-Си. Значит, и передняя балка, и мосты Шанг-Си. Ну, Шанг-Си это лицензионный Штайр. А Штайр это МАН. Старые МАНовские мосты. Ладно, опять же говорю, ребята, этот тест-драйв очень быстрый. Нам по максимуму быстро надо снять, поэтому не все информации полные обладаю. Значит, с лебедочкой у нас запаска. Уже говорил выключатель массы. Ну, давайте, наверное, заглянем под капот. Естественно, подвеска вся рессорная. Ну, как же я не рассказал-то, елки-палки. Задняя тележка у нас на балансирах. Вот видно, соответственно, пакет-рессор и сам балансир. Дальше, кабина у нас жестко прикручена к раме. Соответственно, нет у нас ни пружин, ни подушек. Хотя нет, смотри, все-таки через резинки проложили. Но даже вот сейчас вангую, мы еще не ездили на этой машине, вангую, что здесь будет очень жестко. Понимаете, рессоры плюс кабина без подвески, поэтому будет трясти. Тут уже, блин, гадалки не ходи. Надо протереть руки. Ну, что ж такое-то? С грязными руками не гоже снимать. Есть салфетки? Кстати, да, у нас, как и в «Газеле», здесь такой ящичек. В «Газеле» здесь лежат инструменты. И здесь тоже лежат инструменты. А, буксировочные пальцы, да? Вот. Завернутый в ветошь специально, чтобы это все не бренчало, не грохало. Вот. Ящичек такой есть. Соответственно, все. Ну, это стандартно. На «Газелях» точно так же проваливается крышка. Курал эту отношение не имеет. Это, блин. Все. Ладно, не трогай вообще. Все опять доломает что-нибудь. У меня же такие руки не из того места. А, вот смотрите, меня что еще смущает. Обратил внимание на верхние крепления амортизатора. Амортизатор здесь стоит с перекосом. То есть, проушено не соосно крепление амортизатора. И ванглую, что вот эти втулки амортизатора будут очень быстро сжираться. Видимо, ошиблись немножко с углом кронштейна. Ну, посмотрим. Эта практика покажет. Здесь я просто высказываю с точки зрения теории, да? Как это все будет ходить, как это все будет ездить. Опять же, предсерийность выдает вот эти подкрылки. Вот здесь, допустим, подкрылочки идут. Вот. Они тоже так вот небрежно местами обрезаны. Но это все предсерийное. Просто не обращаем на это внимания. За вот этой пластиковой фальширадиаторной решеткой у нас видны два электровентилятора. Естественно, они не для охлаждения двигателя. Они расположены у радиатора кондиционера. Эта машина оснащается кондиционером. По опции мы чуть попозже расскажем. Теперь откидываем капот. Как уже говорил, капот стеклопластиковый. При этом на газовых упорах. На старых Уралах, на 4320, прекрасно все знаете, да? Как там откидывается капот на старой модели. Здесь есть, кстати, лесенка. Выдвигается. Но у меня она не нужна. Мне этого хватает. Итак, что у нас под капотом магистрального Урал 6х4? А здесь двигатель ЕМЗ 653. По сути, это двигатель Рено. Рено, помните, на премиумах стояли DCI моторы. Топливная система Common Rail. В данной версии он выдает 422 лошадиные силы и 2000 ньютон-метров крутящего момента. Сагрегатировано это с 16-ступенчатой коробкой ZF 2225. Ну, то есть 2225 это цифры, которые... Это максимальный крутящий момент, который может переварить коробка. Ну, а здесь 2000 ньютон-метров. Соответственно, этой коробки хватит за глаза. Муфта вязкостная, что ли? Не электрическая? Нет, муфта электрическая, имеется в виду Карлсон. Мислятор охлаждения двигателя. Здесь же висит у нас компрессор кондиционера, генератор. Натяжной ролик здесь видно. Ну, это уже... Ну, Урал без этого не может, да? Отечественный автопром. Смотрите, вот как сварена у нас труба. То есть она не изогнута, а просто сварена из трех частей. Ну, главное, чтобы работало, главное, чтобы ходило. Все-таки автомобиль, если сравнивать с европейцами, крайне доступной, крайне бюджетной, как заявляют представители завода, они не называют точную сумму, сколько стоит эта машина, но говорят, что по цене она равна аналогичному КамАЗу. Блин, не знаю, сколько стоит аналогичный КамАЗ по одной простой причине. Потому что все зависит от того, насколько вы крутой покупатель. Если вы покупаете большую партию машин, у вас будет одна цена. Если вы покупаете одну-две машины, у вас будет другая цена. Поэтому там... Причем там разброс, разбег по ценам просто нереальный. Все это следствие нестабильной экономической ситуации в стране. Потому что раньше все производители в нулевых смело писали ценники на свои машины. Дальше по компоновке. Очень удачно стоит топливный фильтр. Он стоит под капотом, здесь всегда тепло. И, соответственно, он не будет перемерзать. Ну, по крайней мере, не должен перемерзать. Это у нас бачок гидроусилителя. Здесь рулевое управление турецкое. Пытались сюда ставить борисовские гидроусилители, но заводчанам не понравилось. И они поставили турецкий ГУР. Говорят, с ним машинка прям вообще космос едет. Неудобно очень расположен бачок для омывающей жидкости. Соответственно, здесь у нас идет газовый упор. И горловинка у нас не очень удачно расположена. Так, у нас здесь, я так понимаю, силовые предохранители трогать не будем. Но в остальном все просто. Просто и доступно. Ну и главный плюс, конечно, капотной компоновки. Что, если, например, при эксплуатации в холодное время года машина ломается, что-то происходит, очень удобно чинить машину. Вот, открыл капот, поковырялся, замерз, залез в кабину, погрелся, снова вылез и продолжил, собственно, ремонт. Но при этом у нас доступа к коробке передач сверху нет. Потому что она находится под кабиной. Ну что, нам надо быстренько, быстренько, быстренько бежать дальше. Так, а здесь что у нас написано? Андижан, Узбекистан. Ничего себе! Термошумоизоляция из Узбекистана. Вот это да! Ладно, пойдемте дальше. Расскажем по кабине. И нам надо ехать, потому что машину у нас сейчас отберут и прогонят отсюда нафиг. Так, а это у нас что? Ничего себе! Смотрите-ка, а моторчик стеклоочистителя у нас? Бошевской! Ребята, вот это я понимаю уровень. Но на самом деле ничего криминального по машине не вижу. Вот те костячки мелкие, которые я нашел. Это, естественно, следствие предсерийности. Машина предсерийная. Пойдемте в салон. Вот так газовые упорчики пересиливаем. Легко, как в иномарке. С этой стороны у нас тоже, не знаю, сейчас солнышко светит в камеру, да? С этой стороны у нас тоже инструментальный ящик такой небольшой. Вот. Рундуков, как вы понимаете, здесь нет, потому что кабина газелевская. Может быть, когда-то. Вот где-то вот краем уха я слышал, что якобы для Урала хотят разрабатывать новую кабину. Или точнее уже начали разрабатывать. Правильно я говорю? Вот. Это такой вот инсайдик. Но мне попросили об этом не рассказывать. Поэтому я вам не расскажу о том, что там разрабатывают новую кабину. Все, пойдемте. Так, ну что, ребятки, значит, по машине. Здесь у нас полностью просто газель. Полностью скопирована с газели. Как вы понимаете, газелевская кабина, газелевский руль, газелевская торпеда. Что интересно, уже в базовой комплектации у Урала идет лобовое стекло с обогревом, с электрообогревом. Там штука очень классная, действительно выручает. Когда я брал на тест газель, то только зима начиналась. И окошечко очень быстро оттаивает. И это, на самом деле, необходимая опция. Учитывая, что Уралы в основном покупают на севера. Давайте чуть-чуть даже отодвинусь, чтобы вам лучше было видно все здесь. Значит, что отличается от газели? Во-первых, здесь, как вы видите, коробка передач у нас с флажком стоит. Здесь 16-ступенчатая коробка передач ZF, как уже говорил, с делителем, демультипликатором. И, как и у газели, теперь появился джойстик. Ребята, на отечественном тяжелом грузовике появился джойстик вместо обычной хардкорной кочерги. Посмотрим, как она будет на ходу. Но то, что есть джойстик, ну это круто. Такое, что еще на Ивеку вот есть джойстик тоже на грузовиках. Маленький газелевский руль. Вот это самый маленький руль, который я только встречал на грузовиках, на тяжелых грузовиках. За исключением, конечно, гоночных там Камазов, Реношек, Мазов. У них тоже спортивные маленькие рули. К газелевскому рулю одна претензия. Руль тонковат именно для большого грузовика. И сама баранка скользковата, конечно. Тут нечего говорить. Но по газелевскому интерьеру особо ничего добавить не могу. За исключением того, что, вот смотрите, прекрасная даудиновая мультимедиа-система. Как она работает. Ребят, не успеваем просто показать вам. Значит, по клавишам. Здесь имеется блокировка межосевая задней тележки и межколесная. Опять же, задняя тележка, понимаете, машина колесной формулы 6х4. Значит, вот эти кнопки. Нажимаем кнопочку. Все, никаких рычагов. Ничего здесь такого нет. Дальше. Климатическая система тоже с посудобными вращателями. Рециркуляция воздуха. В данной комплектации у нас есть кондиционер. Эроглонас-блок, само собой, это обязательное требование. Далее, управление предпусковым подогревателем. Подогреватель здесь только жидкостный. Именно в этой машине. Но, говорят, товарные машины со спалкой уже пойдут с сухим феном. Причем он будет располагаться под спалкой. И воздуховоды разведены, чтобы равномерно отапливался салон. В отличие от той же Scania или Mercedes Actros. Дальше. Следующие клавиши у нас идет. Обогрев зеркал, обогрев лобового стекла или все вместе. Дальше. Кнопка отключения ABS. ABS. Здесь есть ABS. Друзья, мы настолько уже зашорены, настолько привыкли гнобить отечественное автопром, что ABS вызывает неподдельный восторг и удивление. Кстати, тормозные механизмы здесь барабанные. Потому что машина все-таки заточена под строительство, под тяжелые условия эксплуатации. Соответственно, барабанные тормоза, они гораздо лучше переносят эксплуатацию именно в тяжелых условиях. Дисковые тормозные механизмы это все-таки для трассы. Кто бы что ни говорил. Круиз-контроль. Дальше. Моторный тормоз у нас есть. Пневматический ручник. Ручник находится вот здесь, снизу, у сидения. Ну и, в принципе, все. Что у нас еще? Электро... Понял, да, нас уже поторапливают. Электростеклоподъемники водительские и пассажирские. Ну а сама спалка. Андрей, все, нас, короче, гонят, ребята. Не успеваем рассказать. В общем, здесь рюкзачок. Вот такая здесь спалка. Я уже прикладывался. Матрас не скажу, что прям удобный. Но при этом он широкий. Ну а здесь, конечно, стекла нужно будет все это заклеивать, чтобы зимой не было холодно. Ну, вот так выглядит Урал-Некст. Ну, а буквально через полчасика нам удастся на этой машине прямо-таки прокатиться по Дмитровскому полигону. Посмотрим, как работает коробка, как машина рулится. Хотя не знаю, как с таким рулем машина вообще может рулиться. Мне кажется, будет очень тяжелым руль. И не будет никакой информативности. Ну, все, ребята, готовимся к заезду. Так, ну что, мы выкрали опять еще минутку, ребята. Так, запрыгиваем в спальник. В спальник здесь измерили уже 75 сантиметров. И теперь я ложусь полностью. Сейчас упрусь головой в ту противоположную стенку. Посмотрим, насколько будут торчать у меня ноги. Так. Все, я уперся. Ну вот, ноги свисают. Ноги чуть свисают, 187 сантиметров у меня рост. Ну, для водителей среднего роста, в принципе, спальника по ширине будет достаточно. Ну, опять же, для севера нужно будет все это утеплять. По поводу высоты крыши, это стандартная версия. Других не предлагается. Но можно затюнить, там, Чайка-сервис. Многие, кто занимается переделкой газелевских кабин, они все это могут переделать. Ну, а в данном случае у нас... Опять мы не успели. Ладно, друзья, давайте все-таки уже потом поедем, а сами в интернете почитайте по этой машине что-нибудь. Так, у нас появилась еще одна минута. Короче, мы выцеганили, ребята. Я специально для вас поднял спальник. В общем, под спальником вот такой у нас рундук. Видите, каркас. Собственно, сюда можно складывать вэшки. Крайне неудобно, кстати, стоят кресла. То есть они стоят по-газелевски. Андрей, вот покажи. Вот такое вот расстояние между... Давайте я попробую просочиться сюда. Вот так вот тесно стоят между собой кресла. Блин, что это ручка? Собака, больно-то как. В общем, неудобно протискиваться сюда, из-за руля в спальник и обратно. Ну, а дальше здесь будет автономка. Блин, опять нас выгоняют. Все, дальше мы уже поедем. Совсем скоро, ребята. Ждите, наконец-то, затестим на ходу эту машину. Еее! Ну что, непривычно, конечно, залезать под таким подножком, под таким ступеньком широким. Это не головастик. Обычный, европейский. Ну что, по салону, по начинке мы уже все рассказали. Коробка 16 ступка. Значит, мы с какой? Со второй, наверное, трогаемся, да? Ну, можно с третьей. Ну, передача, что интересно, включается очень легко. Джойстик. Блин, джойстик, ребята, на отечественном грузовике. Джойстик. Слушай, а как рулится-то легко. Руль крутится. Учитывая малый диаметр баранки. Кстати, вот, а почему такая разница с самосвалами? Там и газ как-то такой нервный, и сцепление невнятное. Там немножко двигатель. Ну, двигатель другой, да, коробка другая. Ну, кстати, да, вот, наверное, это и... Мы половинки вообще не переключаем сейчас. 23 тонны загружено сейчас в полуприцепе. Полуприцеп у нас четырехосный. Ну, по подвеске, конечно, ну, что вы хотите. На балансирах задняя тележка, рессоры. Коробка прям обалденная. Это реальная иномарка по переключению. Мы сейчас в подъем идем, поэтому немножко разгазовываем его. О, блин. О, блин. Здесь не так, да? Да. То есть на европейцах флажок вниз опустил, а потом только сцепление вышло, и автоматом перещелкнулось. А здесь надо сцепление сначала выжимать. Вот это поворот. Одновременно. Без подготовки все получать. Понятно. Просто для понимания. Когда ты едешь на обычном грузовике, ты идешь в подъем, ты уже готовишься, флажок сразу опустил, и тебе на подъеме нужно будет просто выжать сцепление, и у тебя половинка перещелкивается. Затем ты сразу флажок вверх, чтобы перепрыгнуть на передачку ниже. Ну, собственно, вот это действительно серьезный недостаток. Понятно, что к этому можно привыкнуть, но это неудобно. Гораздо удобнее, когда у тебя флажок уже всегда на готове. Перещелкнут. Предупреждать надо. А почему так сделали? Не знаю. Кисто право. Слева тоже чистенько. Потому что здесь еще самосвалы катаются, не хотелось бы с ними встретиться. Так, ну что, здесь у нас моторный тормоз. Так, зря я половинку переключил. Так, пробуем моторный тормоз. Он здесь в одном положении работает. Ну нет, это, конечно, не вольвовский движок с вебовским моторным тормозом. Ну, он так себе. Конечно, можно двигатель крутить. Точнее, здесь моторный тормоз без каких-то наворотов, без дополнительных кулачков на распредвалах, как на Вольво. И поэтому здесь движок нужно выше 2000 оборотов раскрутить. Вот именно от 2000 оборотов моторный тормоз эффективен. Если вы его включаете где-то на 1200, на 1500, толку от моторного тормоза не будет никакого. Так, мы сейчас левее уходим, да? Ну, помогаем рабочей тормозной системой. Кстати, вот очень классно здесь настроены тормоза. Вот по сравнению с самосвалом. Самосвал мне очень в этом плане не понравился. Сейчас будет у нас 8% подъем. Ну, слушайте, вполне прогнозируемо нормально рулится машина, обратная связь есть. Честно, когда снимаешь отечественную технику, кажется, что ты ее сейчас в пух и прах, как обычно, разнесешь. А тут... Идем 8% подъем. Ломается немного в голове шаблон. И то, что рычаг джойстиком стоит, и когда у тебя рычаг, как на обычном европейце, ты как бы клавиши щелкаешь привычно, а здесь приходится сверху пальцем, да? Тоже вот именно с точки зрения эргономики странно, по восприятию. Слушайте, ну я удивлен. Я реально удивлен машиной. По плану на слехоту тут, конечно, вообще говорить нечего. А трясет, колбасит даже полностью груженую машину. Ну, по тормозам, вот по сцеплению, по тормозам, по газу, прям просто. Обалденно. Вот этого не ожидал. Понятно, что это не скани, ребят. Ну и ценник-то, извините. Совсем не сканиевский. Так, половинку вниз. И моторник. Опять же, многие в комментариях пишите. Вот ты неправильно называешь. Это моторный тормоз, а не горный тормоз. Кратенько объясняю. Горный тормоз, это общее название. Горный тормоз может быть моторным, как в данном случае, может быть трансмиссионным. Это, соответственно, у нас либо ретардер, либо интердер, ну принцип один и тот же. Либо Тельма, электродинамический тормоз-замедлитель, который у нас в задней части коробки передач, это типа вот такие диски. А вокруг магниты. Поэтому он называется электродинамический. То есть, когда вы включаете его, создается магнитное поле, которое тормозит вот эти самые диски. Ну, собственно, вот сейчас мы спустились на моторном тормозе. Это 6% спуск у нас был. 6% подъем, спуск. Так, но здесь его надо выключать. Ну вот, еще по недостаткам. Ну, зеркала, естественно, колбасит их. Будь здоров, болтай этой стороны в сторону. Вот на такой дороге, вот трудно вообще сфокусироваться в зеркало. А в правое зеркало сейчас просто отражается передняя панель. Я вообще ничего не вижу. Реально ничего не вижу. Ну, сейчас у нас 14-я передача. Вот мы идем в 6% подъем. Ну, естественно, машина чуть-чуть скисает. Но я думаю, на 14-е мы как раз все-таки поднимемся. Ну, я думаю, через микрофон вы все прекрасно слышите, что довольно шумно в машине. Так сказать, кто будет ездить на этой машине, сам будет заниматься утеплением, шумоизоляцией, если ему это нужно будет. Ну, все-таки половинку куда откнул. Хотя можно было тянуть машину спокойно еще. Ну, конечно, непривычно одновременно щелкать половинку и выжимать сцепление. Может быть, что-то просто чё-то не то именно с этой машиной. Ну, вот сейчас на горняке спускаемся. Горняк очень удобно реализован на всех европейских машинах. Моторный тормоз, трансмиссионный тормоз выполнен в виде рычага. Здесь нет. Здесь вот кнопочка на торце. На китайских, на некоторых, на японских грузовиках так реализовано. Либо рычажочек от себя нагибаешь, отгибаешь, либо кнопка на торце. Ну, понятно, да, что это не серийная еще машина, что будет дорабатываться. Так, сейчас у нас 8-процентный подъем еще раз. Опять же, мы сейчас на 14-й, но я думаю, метров через 50, через 100 где-то на двой половинку тыкать. Не, ну, с половинками, конечно, гораздо удобнее, чем вот на самосвале с 9-ступенчатой коробкой. Замешкался. Все равно сбивает с толку, когда надо одновременно делитель и степление выжимать. Ну, конечно, жестко очень идет машина, тут что говорить. Жестко даже для груженой. Я боюсь представить, как здесь на пустой машине. Очень сильно трясет. Ну, понятно, да, это может быть даже не спрашивайте, так ясно. Ну, что, ребят, честно говорю, я удивлен. Удивлен этой машиной. Понятно, что здесь все газелевское, кабина газелевская. По спальнику мы вам уже рассказали. Я удивлен по тому, как машина едет. Я просто не ожидал, не ожидал от отечественной машины, что она будет так ехать. Может быть, и поэтому она мне и показала, что она прикольно там рулится, педалируется. Только за счет того, что у меня были заниженные ожидания от этой машины. Конечно, есть что дорабатывать. И много чего здесь нужно доделывать. А в остальном очень даже ничего. Друзья, понравился видос? Подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайки. Это оказывается очень важно. Пишите в комментариях, что вы думаете о новинке отечественного автопрома. О новинке завода Урал. Пишите в комментариях. А пока, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok